Египетские курорты на минувшей неделе вновь в центре внимания. В район Шарм-Аль-Шейха направлено исследовательское судно. Ученые пытаются выяснить причины невычайно агрессивного поведения акул. Некоторые египетские чиновники всерьез заявили о том, что к их появлению, который наносит серьезный ущерб туристическому бизнесу страны, может быть причастна израильская разведка Моссад. Тем временем пляжи по-прежнему закрыты, а в госпитале Каира врачи борются за жизнь россиянки Ольги Марценко. Она получила наиболее тяжелые травмы от укусов акулы. Еще двоих наших соотечественников, которые стали жертвами нападений, вернули на родину. Смог ли они вернуться к привычной жизни, поясняла Ксения Смирнова. Людмила Николаевна уже научилась сдерживать слезы. Ее муж так и не может совладать с собой каждый раз, когда видит ее. Пожилая женщина уже перенесла две сложнейших операции. Врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу. Владимир Александрович нежно прикасается к супруге. Он знает, что каждое неосторожное движение может причинить ей боль. Без его поддержки я не знаю, что, наверное, действительно лучше бы я. Лучше бы я так вот... Лучше бы она меня растерзала. Эта неделя в Египте была для них настоящим медовым месяцем, который они когда-то пропустили. Они нашли друг друга, когда каждому было уже за 50. Для обоих это был второй брак. Сейчас Людмиле Николаевне 70, ее муж на три года старше. Красное море, Коралловый риф – такой шанс не каждый день выпадает. Поездку в Египет, в пятизвездочный отель пенсионеры выиграли случайно. Владимир Александрович сомневался. За границей никогда не были. Длительный перелет, чужая страна. Но Людмила Николаевна настояла – надо ехать. Не послушала мужа и в последний день, когда тот попросил ее не купаться в море. Говорит, случилось несчастье. Покусала акула. Поднимая глаза, боже мой, ее вот на этом лежаке несут к скорой помощи. Она уходила, теряла сознание, но я знал, что ни в коем случае нельзя отдавать. Владимир Александрович больше часа ждал своей очереди в офисе страховой компании. Вопрос, где взять деньги на дорогостоящие протезирования, надо решать уже сейчас. Но здесь ему объяснили – страховка покрывает только лечение в госпитале Каира и перелет обратно в Москву. Специалисты сейчас и сами как будто в растерянности. Самые типичные страховые случаи на отдыхе, говорят они, это инфекционные болезни или падение с высоты. Но нападения акулы на людей такого еще не было. Вот, пожалуй, та самая черта, которая для туристов отделяет эту обыденную привычную жизнь от той, пусть и двухнедельной, но жизни на отдыхе. Ежедневно через этот пост проходят сотни людей. Турция, Греция и Египет для нас неизменно ассоциируются с уходом от проблем и забот. Но мало кому приходит в голову, что ступив за эту линию, обратно можно уже не вернуться. Людмила Столярова была первой россиянкой, которую спецбортом доставили на родину. Врачи были уверены – с такими травмами пациентка не выживет. Но пенсионерка пришла в сознание и только потом узнала – она была не единственной, на кого напала акула-людоед. На пляжах соседних отелей еще двух туристов буквально вырвали из зубов хищника. Руква откусила она и ягодицу. Два часа дня. Четыре часа случилось с моей женой. Пляжи практически рядышком. И никто ничего не сказал, не предупредил. Все купались, как и купались. И нас никто не информирует. Мы здесь знаем, что по слухам все… Между туристами. Между туристами, да. Лишь после того, как кровавый сценарий повторился еще дважды, пляжи закрыли для купания. Запрет был снят спустя несколько дней. И то только для опытных дайверов. Египетские власти объявили войну вышедшим из-под контроля хищникам. И даже отрапортовали о том, что та самая акула поймана. Но прибывшие на место специалисты-эктеологи установили – хищная рыба, которая за два дня покалечила пятерых, до сих пор плавает в акватории Шарм-эль-Шейха. Кажется, один из капитанов на другой лодке видел двухметровую акулу с белым плавником. Но они ее упустили. Их последний счастливый отдых на побережье Черного моря Владимир Александрович теперь вспоминает со слезами. Это единственная фотография, которая осталась с того времени. Снимок с удавом на шее. Такое, наверное, есть в коллекции каждого туриста. Столь популярное развлечение едва ли более опасно, чем купание в мелководном заливе. Это же не открытое море. Правда, глубина у берега в бухте Шарм-эль-Шейха достигает 10 метров. Но все жертвы акулы-людоеда плавали в зоне, огороженной буйками. Почему хищник подошел так близко к людям? Я увидела хвост. Уже она вокруг меня вот этот хвост вытащила. Ходила кругами вокруг меня. Рука оторвала, потом ногу оторвала. Потом еще пыталась какие-то куски. Зубы очень острые. Дентиновые зубы. По краям у них такое, как пилочка есть. И вот схватив такой челюстью свою добычу и сделав несколько движений боковых, она мгновенно откусывает тот кусок, который позволяет ей откусить. Специалисты предполагают, хищница приняла людей за свою привычную добычу. Но по какой-то причине она нарушила безопасное расстояние и приблизилась к берегу. По одной из версий, акула приплыла вслед за мелкой рыбой, которую прикормили туристы. По другой, сейчас она считается основной, ее привлек запах отходов, которые, вероятно, выбросили с торговых кораблей. Вчера у одного из отелей мы обнаружили тушу овцы. По ней видно, что она лежит там всего несколько дней. Таким образом, наша главная теория подтверждается. Несколько лет назад она буквально вытащила его с того света. Когда у Владимира Александровича случился инфаркт, жена дежурила у постели день и ночь. Врачи тогда сказали, только благодаря ей он снова встал на ноги. В этот раз медики в своих прогнозах осторожны. К прежней жизни женщина вряд ли когда-нибудь вернется. Я все думала, как человек может чувствоваться, при этом или нет. Наверное, нет. Ксения Смирнова, Мария Зорина, Алла Мисокян, Михаил Головкин, Андрей Гволевич, телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова